Барбара Картлэнд Глава первая. 1880 год. Ливерполь должен был причалить к марсельскому доку с минуты на минуту. С мостика Джон Честер наблюдал за приближающимся портом. Капитан Халлом хлопнул его по плечу. «Как причалим я собираюсь сходить в контору, проверить, нет ли новых писем. Пойдете со мной или хотите, чтобы я принес ваши?» Джон рассмеялся. «Я бы очень удивился, если бы там обнаружились письма для меня». «Бросьте», — протянул Халлом. «Наверняка ни одна хорошенькая девица дожидается вашего возвращения». Капитан имел все основания так думать. «Джон Честер — молодой человек. Ему еще не было и тридцати. С вьющимися темно-каштановыми волосами. Был прекрасно сложен. И в глазах его горел огонь, который легко мог захватить воображение любой юной девы». «А вы?» — спросил Джон, умело уходя от вопроса. «На вашем счету, верно, тоже немало разбитых сердец?» «Если есть, я очень надеюсь, что моя жена никогда о них не узнает. Когда я ушел в плавание, она ждала ребенка. Наверное, уже родился». «Мои поздравления. Первый?» «Какое там?» «Третий. Скажу честно, больше мы вряд ли сможем себе позволить». «Так вы считаете, что дети дорого обходятся?» Поинтересовался Джон. «Ужасно дорого. Но, к счастью, моя старшая дочь — настоящая красавица. Она может выйти за миллионера и спасти семью». «Не сомневаюсь, вы найдете ей такого», — улыбнулся Джон. «Наверняка на вашем судне путешествует множество богачей. А вот хорошенькие девицы, как я заметил, встречаются намного реже». Халом, бросив на него добродушно насмешливый взгляд, заметил. «Вероятно, это потому, что заботливые отцы держат их подальше от вас». Джон расхохотался и не стал возражать. «Однако я бы удивился, если бы вы и правда страдали от недостатка женского общества». «Не без зависти», — добавил капитан. «Неженатых англичан не хватает». «О женатых я много раз слышал «дамы избегают».» Я слышал другое. С глаз долой и с сердца вон. «Кто знает, чем вы занимаетесь, когда путешествуете по Средиземноморью, или, как я, плаваете за океан, где англичанин такая же редкость, как бокал холодного шампанского». «Во всяком случае, вы можете себе это позволить», — заметил Халом. «В том-то и беда, что я не могу себе позволить делать это часто», — посетовал Джон. «Все немногое, что у меня было, я потратила на путешествия. Довольно неудобно путешествовать, когда денег не хватает. Но уж лучше путешествовать без удобств, чем не путешествовать вовсе». «Чем же вы занимаетесь дома?» — любопытствовал Халом. «Держусь подальше от женщин, которые думают о браке». «Но каждая женщина думает о браке», — заметил капитан. «Если только она уже не замужем». «Ни одна женщина не получит меня», — твёрдо произнёс Джон. «Значит, быть вам бобылем», — предсказал Халом. «Отнюдь. Я совершенно точно знаю, какую хочу женщину. И когда придёт время, выберу именно такую. Ласковую, добрую, покорную». «В наше время женщины перестали быть покорными», — сказал Халом, удивляясь подобной отсталости взглядов собеседника. «Сейчас у них передовое мировоззрение. Им подавай эмансипацию». «Нет, такая женщина мне бы не подошла», — ответил Джон. «Какому мужчине нужна жена, которая будет вечно с ним спорить?» «Да никакому. Но чаще всего именно это мужчины и получают», — мрачно промолвил Халом. «Мой друг, вы слишком давно покинули Англию и ничего не знаете о новой женщине». «А вы знаете», — улыбнулся Джон. «Да, от сестры моей жены. Это страшная женщина. Старая дева. Она вполне могла выйти замуж, но куда там? Её хлебом не корми, дай поговорить о раскрепощении женщин до равноправии. Представьте, она верит, что женщины скоро получат право голосовать». «Такого никогда не будет. Я тогда этого точно не доживу. Но мне пора заняться своими обязанностями. Мы уже почти прибыли». Когда капитан удалился, другой молодой человек, стоявший в сторонке и слушавший их разговор, подошёл к Джону. «Послушай тебя, так ты просто бессердечный дьявол какой-то», — заметил он. «Вовсе я не бессердечный», — возразил Джон. «Просто меня привлекает определённый тип женщин». «Куклы, которые открывают рот только для того, чтобы сказать, какой же вы замечательный или какой же вы умный». Джон усмехнулся. «А что в этом плохого?» «Это только поначалу неплохо», — увещевал Бенедикт. «А представь, каково провести так всю жизнь. Это же невообразимо скучно». «Твоя беда в том, что ты родился в семье образованных женщин», — он серьёзно произнёс Джон. «Верно. Мать и сестра у меня очень образованные женщины». «Но не бойся, старина. С ними тебе встречаться не придётся. Если я расскажу им о твоих взглядах, они не захотят тебя видеть в своём доме. Но, Бен, разве они тебя не пугают?» «Нет. Я вырос с умными женщинами, так что мне это кажется вполне естественным. А тебя испортили восточные женщины, которым нечем заняться, кроме как думать о своих мужчинах, да соглашаться с ними». «Чем же это плохо?» — с невинным видом поинтересовался Джон. «Иди ты к чёрту!» — добродушно воскликнул Бенедикт. «Я не верю, что ты такой плохой, каким хочешь показаться». «Может, и не такой», — усмехнулся Джон. «Но почти». С этими словами он спустился с мостика на палубу, где с небрежной грацией облокотился на ограждение борта и стал наблюдать за приближающимся берегом. Бенедикт Кенли, друг Джона, иногда сопровождавший его в путешествиях, считал его человеком неблагодарным и бездушным. Джон как будто не замечал выгод, которые давала ему в его высокая, поджарая фигура и мужественное лицо, думал Бенедикт, с грустью осознававшись, что сам он не наделён хорошим ростом. Лицо же у него было круглое, картинное. Некоторых девушек привлекало его доброе сердце, но не настолько, чтобы влюбиться в него, с сожалением вынужден был признать он. Но Джона Честера, который мог получить любую женщину, казалось, заботила исключительно собственная свобода. «Бессердечный», — сказал Бенедикт. «Послушай меня, Бенедикт», — сказал Джон, — «мужчина должен быть немного бессердечным, если не хочет осложнений». «У тебя и так в жизни одни осложнения», — заметил Бенедикт, что было совершенно истиной. «Это просто флирт. Я говорю о серьёзных осложнениях, тех, которые приводят к семейной жизни, как у бедолаги Халлама». «Но тебе быть герцогом», — воскликнул Бенедикт, — «ты не можешь всю жизнь прожить холостяком. Как же наследник?» Джон посмотрел на него с таким удивлённым видом, что Бенедикт рассмеялся. «Что за вздорные мысли?» — воскликнул Джон. «Моему дяде нет из шестидесяти. Он всё ещё вполне может жениться и завести себе наследника. И тогда мне не придётся возиться с его замком, со сквозняками и унылым наследством». Вместе с Халломом они спустились на берег и отправились в контору, где хранились до востребования письма путешественника. Джон знал, что для него там не будет ничего, но для очистки совести решил проверить перед тем, как заняться с Бенедиктом исследованием Марселя. Однако, к его неимоверному удивлению, человек за стойкой произнёс. «Вас уже почти полтора месяца дожидается послание, сэр». И он протянул Джону телеграмму. На ней было указано его имя и название корабля. «Наверное, что-то срочное», — заметил Бенедикт. «Вряд ли. Господи, я надеюсь, это не от той девушки, с которой я ужинал в последний день перед отплытием». «Ты вёл себя как джентльмен?» «Разумеется, всего один поцелуй». Бенедикт нахмурился, и Джон поспешил добавить себе в оправдание. Она была очень хорошенькая. Он открыл телеграмму и, пробежав её глазами, замер. Мистер Джон Честеру, путешествующему на борту судна «Ливерпуль». «С прискорбием сообщаем, что ваш дядя, герцог Честертон, вчера скончался. Крайне важно, чтобы вы вернулись как можно скорее». Джеймс Вентвард. «Джон дважды прочитал телеграмму. Он не мог поверить своим глазам. Эта новость заставила его врасплох, поразив как гром среди ясного неба. Теперь, когда дядя, так и не женившись, умер, Джон станет герцогом, унаследует не только титул, но и дом, в котором их предки жили восемь веков. В один миг вся его жизнь перевернулась с ног на голову, и минуту он не мог ясно мыслить. «Плохие вести, старина?» Участливо поинтересовался Бенедикт. «Хуже не придумаешь», — промолвил побледневший Джон. «Пойдем, мне нужно выпить». Он вышел из конторы и потянул друга за собой. В ближайшей таверне Джон заказал бутылку Брэнди таким мрачным голосом, что трактирщика как ветром сдуло. Только сделав первый глоток, он пришел в себя настолько, что бросил телеграмму на стол перед Бенедиктом. Бенедикт, прочитав ее, воскликнул. «Какая жалость. Вы были близки, Джон?» «С дядей?» «Нет, мы не были особенно близки. И теперь, похоже, мне не отвертеться. Я внаследую титул, который мне не нужен, и старый разваливающийся замок». Он допил Брэнди одним глотком, пытаясь примириться со свалившейся на него бедой. «Титул без денег бесполезен», — сказал он. «Дядя распорядился своими деньгами весьма странным образом. На старости лет он стал очень религиозным, собрал и поселил у себя целую толпу бедняков и бездомных». «Я бы назвал это не странностью, а благородством», — вставил Бенедикт. «Ты-то вырос в семье церковников», — заметил Джон. «Но в семье моего дяди филантропов никогда не было. Почему человек хочет помогать тем, кто настолько глуп, что не может помочь себе сам, для меня загадка. Мало того, что они причиняли ему массу неудобств, так он еще оплачивал похороны тех, кто умирал, при этом вступая в споры с их плачущими родственниками, которые ради покойничков палец о палец не ударили, пока те были живы». «Довольно неприятные вещи, ты говоришь». «Дьявол, Бенедикт, не смотри на меня так. Я не хочу выглядеть сухарем, просто я получил неожиданное известие и немного растерялся». «Конечно, конечно», — примирительным тоном произнес его друг. «Ты говоришь, не думая». «Только не надо меня жалеть, я не такой уж тонкокожий. Сейчас у меня на уме одно, я оказался в прескверном положении. Прощай, свобода, прощай, привычная жизнь». «Тебе теперь придется исполнить свой долг перед семьей», — начал было Бенедикт, но взгляд Джона заставил его замолчать. Ему показалось, что его друг сильно побледнел, как человек, увидевший что-то невыразимо ужасное. Джон именно так себя и чувствовал. В последние годы Джон редко вспоминал своего дядю. Когда его семья собиралась навестить герцога, у него всегда находились дела поважнее. Бывая в замке, он испытывал лишь скуку и неудобства, поэтому наведываться туда лишний раз ему совершенно не хотелось. Но теперь замок перешел к нему, и он понятия не имел, что с ним делать и как решать те многочисленные осложнения, которые возникнут в его жизни с этим приобретением. «Я планировал на время остановиться в Марселе», — задумчиво промолвил он, — «и вернуться домой другим кораблем, но теперь...» «Но теперь мы должны вернуться на Ливерпуль», — подхватил Бенедикт. «Бен, но тебе-то зачем жертвовать путешествием?» «Я поеду с тобой. Мне придется провести несколько дней с семьей под Порсмутом, но потом я присоединюсь к тебе. Неужели ты думаешь, что я оставлю друга в беде?» Джон благодарно улыбнулся и выпил еще один стакан Брэнди, после чего они вернулись на судно. Вечером отплыли в Порсмут. Опершись на ограждение борта, Джон стал смотреть на покрытое зябью море. Отец однажды сказал, что дядя Руперт совсем спятил. Сказал он Бенедикту. «Это потому, что он помогал беднякам и обездоленным?» «Потому что они были ему важнее собственной семьи. Когда он унаследовал титул, ему досталось неплохое состояние и дом, которому любой здравомыслящий человек был бы только рад. Там были картины, мебель, библиотека, в общем, все, что можно пожелать. И все это он потратил на своих заблудших овец. В семье начались бесконечные ссоры и грызня. И это одна из причин, почему я решил путешествовать. Я мог позволить себе только одну поездку, но использовал я ее, чтобы заработать. В результате я смог дать немного денег матери и сестрам. И еще осталось, чтобы оплатить следующую поездку. Вот так мне удалось объездить почти весь Восток, продолжая выполнять свой долг перед ними». «А какие другие причины?» Полюбопытствовал Бенедикт. Джон ненадолго задумался. «Я искал кое-что». «Что?» «Не знаю. Просто что-то новое для меня. Что-то такое, что придало бы смысл этому миру. Я всегда мечтал об этом, но теперь я уже ничего не найду. С мечтой придется распрощаться». «Может быть, это необязательно искать за границей?» Предположил Бенедикт. «В тех местах, где мне приходилось бывать, я ничего не нашел», — согласился Джон. «Быть может, ничего такого просто не существует». «Конечно же, существует», — уверенно воскликнул Бенедикт. «Оно существует для всех. Только, наверное, нельзя просто так поехать и найти его. Возможно, ты должен быть готов. Иначе просто не признаешь его, когда оно найдет тебя». «Теперь ты заговорил загадками», — укоризненно произнес Джон. «А ты, старина, кажется, начинаешь пьянеть», — добродушно ответил Бенедикт. «Тут не мудрено до смерти упиться», — мрачно заметил Джон. «И ничего такого я не найду. Во всяком случае, в Англии, куда я надеялся не возвращаться». Подумав немного, он добавил. «А ведь мне не обязательно ехать домой. Я же мог не попасть в Марсель, верно? Что, если просто взять и пересесть на другой корабль?» «Нет, ты не сможешь этого сделать», — возразил Бенедикт. «Ты глава семьи, и хоть тебе это не нравится, ты отвечаешь за них». «Пожалуй, ты прав», — вздохнул Джон. «Но от твоих слов я чувствую себя как в цепях». «Что ж, надеяться больше не на что. Пойдём спать». День сменился сумерками, когда Ливерпуль пристал к Портсмуту. На причале их никто не встречал, потому что никто не знал, когда они вернутся. «Поедем со мной в замок. Разделишь мои мучения», — предложил Джон. «Разве можно отказаться от такого предложения?» — усмехнулся Бенедикт. «Я сначала повидаюсь с семьёй, потом сразу к тебе». Наконец настало время сходить на берег. Подойдя к трапу, Джон увидел, что грузчик уже снёс его багаж. «Вам бы лучше взять экипаж», — посоветовал грузчик. «Можете найти с двумя лошадьми», — спросил Джон. «Я живу в Гэмпшире, недалеко от деревни Литтл-Кингсфорд, так что путь предстоит неблизкий». «Постараюсь», — ответил грузчик и ушёл искать экипаж. Когда через несколько минут Джон, наконец, сошёл на берег, его вещи уже грузились в экипаж, запряжённый двумя лошадьми. «До свидания, дружище», — сказал он Бенедикту. «Приезжай, как только сможешь». «Эта поездка дорога мне обойдётся», — подумал он, повернувшись к экипажу. «Но гораздо удобнее, чем ехать поездом, и не придётся ждать часами или делать пересадки». Вдруг прямо у него за спиной раздался голос. «Сэр, пожалуйста, возьмите меня с собой. Я еду туда же, куда и вы, но других экипажей не осталось». Голос был сильный, напористый и приятный. Развернувшись, он с удивлением увидел весьма привлекательную девушку в красивом дорожном платье. В руке она держала на удивление громоздкий чемодан и смотрела на Джона с такой мольбой в глазах, что отказать ей было решительно невозможно. «Вы действительно едете в Литл Кингсфорд?» — спросил он. «Отсюда это часа два пути». «Я знаю», — ответила она. «Извозчик, которого я просила, сказал, что уже слишком поздно ехать в такую даль, а оставаться здесь на ночь мне не хочется». «Вдвоём нам будет немного тесновато», — сказал Джон. «Но, разумеется, я подброшу вас, если вам туда же». «Да, я еду в Литл Кингсфорд», — ответила девушка. «Я услышала, как человек с корабля сказал, что вы туда собираетесь, и я была бы вам очень признательна, если бы вы разрешили мне поехать с вами». Джон улыбнулся. «Конечно, это можно устроить». Он подозвал кучера и велел грузить в экипаж багаж девушки. Но чемодан свой незнакомка не выпустила, и тогда Джон вежливо попытался забрать его. «Нет-нет, спасибо», — сказала девушка. «Я сама справлюсь». «Он выглядит тяжёлым». «А я очень сильная», — весело ответила она. Когда они подошли к экипажу, весь багаж уже был погружен, и девушка, недолго думая, подняла чемодан и забросила его наверх. Потом достала из сумочки саверен и вручила его слуге, который укладывал вещи. «Нужно было оставить это мне», — пробормотал Джон. «Вы тоже можете заплатить ему», — сказала она. «Думаю, он не станет отказываться». Джон торопливо сунул слуге чаевые, и они вместе заняли места в экипаже. Когда тронулись, Джон посмотрел на сидящую рядом незнакомку. Она была, безусловно, очень красива. Светлые волосы под белой соломенной шляпкой выглядели особенно очаровательно. «Жаль», — подумал он, — «что она испортила впечатление от себя мужской независимостью». «Вы плыли на том же корабле, что и я?» — спросил Джон. «Нет», — ответила девушка. «Я гостила у друзей здесь неподалёку, но мне неожиданно понадобилось уехать. Надеюсь, не какое-нибудь семейное несчастье». «О, нет, у одной моей подруги есть брат, который начал вести себя со мной немного глупо. Мне не удалось убедить его смириться с отказом, поэтому пришлось улизнуть. Разумеется, как следует организовать путешествия не получилось, но я решила добираться домой любым способом. Потом пришёл ваш корабль. Кто-то упомянул, что из Франции». «Да», — ответил Джон. «Мы сели в Марселе. Но вообще-то я возвращаюсь с Востока. Раз уж мы оба едем в Литл Кингсфорд, я полагаю, мы с вами соседи?» «Я еду в кингфордскую школу. Им не хватает учителей». Джон посмотрел на неё с удивлением. «Вы учитель? Что-то непохожего на классную даму». «Я ещё не учитель», — ответила она. «Но у меня прекрасное образование, и я хочу использовать его, а не то мне придётся просто как дочери сидеть дома и ничего не делать». «Почему ничего не делать?» — захотел узнать Джон. «Потому что этим дочери и занимаются дома. Иногда они устраиваются в благотворительные комитеты, но моя мама там главное, поэтому мне там нечего делать. Она хочет всё решать сама, а это весьма утомительно, поскольку я тоже хочу чем-то заниматься». «Чем же?» «Чем-то полезным. Вы и представить себе не можете, как мне хочется быть полезной. Делать одно и то же изо дня в день, ходить в гости, покупать одежду, читать дамские журналы. Для меня это пустая трата времени». Джон подумал, что для юной леди это самое, что ни на есть подходящее времяпровождение, но вслух дипломатично сказал. «Наверное, это очень скучно. Но, по-моему, в школе вам будет не менее скучно. Я прочитала все книги, какие были в библиотеке, и, честно говоря, не представляю, чем бы ещё я могла заниматься. В конце концов, жизнь без серьёзного занятия — ничто». «Без серьёзного занятия?» — повторил Джон, с сомнением посмотрев на неё. Ему начало казаться, что при внешней красоте она всё же была не так привлекательна, как ему показалось поначалу. Юные леди не разговаривают в серьёзных занятиях, а если разговаривают, то таких мужчины избегают. «Но разве для женщины брак — это не серьёзное занятие?» — спросил он. «Воспитание детей тоже вполне серьёзное занятие. Наверняка вы скоро выйдете замуж». «Нет, спасибо», — сказала она так, будто отказывалась от добавки супа. «Брак не для меня». «А у вас есть опыт?» «Нет, но я видела достаточно, чтобы понимать, что любая здравомыслящая женщина не захочет себя связывать». Джон опешил. «Юные леди обычно так не разговаривают». «Значит, нам, бедолагам, повезло, что в мире не так много здравомыслящих женщин», — сказал он, пытаясь превратить разговор в шутку. «Здравомыслящие женщины есть, и их немало», — возразила она. «Их даже очень много». «Тогда как же получается, что они выходят замуж?» «Потому что мир не оставляет им другого выбора», — сказала она. «А иначе?» Почувствовав, что разговор заходит в угрожающую стадию, Джон воскликнул. «А почему бы нам не представиться?» «Джейна Уилтон», — сказала девушка и протянула руку. Он взял ее руку, чтобы пожать, и чуть не вскрикнул, когда ее пальцы решительно стиснули его кисть. «И вы живете в Литтл Кенгсфорд?» «Да, рядом с замком», — Джон посмотрел на нее с любопытством. «Почему вы упомянули замок?» «Потому что мысли о нем преследуют меня всю жизнь. Из окна моей спальни видна устремленная в небо огромная башня. К тому же это ведь настоящий замок. Сейчас так много зданий называют замками, хотя это обычные дома, построенные пару сотен лет назад. Замок Честертон был построен еще в те времена, когда замки служили крепостями. У него есть настоящие стены с зубцами и башни с бойницами, чтобы можно было обстреливать стрелами противников и ров. «Вообще-то рва там уже нет», — уточнил Джон. «Его засыпали много лет назад. Но место, где он проходил, до сих пор видно. Я в детстве придумывала разные сказочные истории про этот замок. Я представляла себя рыцарем в цверкающих доспехах». «Женщины не бывают рыцарями», — твердо сказал Джон. И я переодевалась, — не менее твердо произнесла она. На своем верном коне Максимусе я сражалась с драконом и защищала слабых. Джон про себя подумал, что слабые при виде такой устрашающей девицы, наверное, разбегались бы кто куда. Но он был джентльменом и потому не стал этого говорить вслух, а лишь поинтересовался. «А девицей, попавшей в беду, вы никогда не были?» «Кому такое может прийти в голову?» — искренне удивилась она. «В самом деле. Женщины тогда жили ужасно. Только то и делали, что сидели дома и ждали, пока мужчины вернутся после приключений. Я бы предпочла приключения. А вы разве нет?» «Мне нравится путешествовать», — признался он. «Ах да, помню, вы говорили, что бывали на Востоке. Расскажете об этом?» «Нет», — категорическим тоном отрубил Джон. «Почему?» «Потому что вы не даете мне слова вставить». «Ох, простите меня. У меня привычка такая. Много говорить». «Могу себе представить. Не хотел бы я оказаться на месте того дракона. Вы бы несчастное существо до смерти заговорили». Она захихикала, но удивление приятно. «Теперь», — сказал Джон, «когда мне удалось заставить вас ненадолго замолчать, позвольте представиться мне». «Да, я не дала вам возможности, верно». «Странно, что вы заметили. Вы, вероятно, захотите узнать, что мы будем соседями, потому что я еду в замок». Джина вскрикнула от восторга. «Надо же! Как интересно! Я так долго рассматривала его снаружи, и мне ужасно хочется увидеть его изнутри. Как думаете, вы не смогли бы меня туда провести?» «Можно что-нибудь придумать», — согласился Джон. «Вы в самом деле можете уговорить герцога?» «Он всегда готов выслушать разумные доводы». «Правда? Вы с ним знакомы?» «Я имею в виду с новым герцогом, Джоном Честером». «Конечно, я знаю, что старый герцог умер, а Джон Честер куда-то пропал. Чего только о нём не рассказывают». «Вот как?» «Говорят, что он исчез много лет назад, и теперь никто не знает, где он находится, из-за чего они хотят нанять актёра, который стал бы его изображать, только представьте». «Как интересно!» «Ну, прошу вас, мисс Уэлтон, продолжайте. Очень хочется узнать, что ещё говорят». «Ещё ходит слух, что он закоренелый преступник и сидит в какой-то тюрьме за границей. Они пытаются его вызволить, но власть Джона не отпускают». «О, это мне понравилось больше всего». «Мне гораздо приятнее быть преступником, чем сумасшедшим». Заявление его произвело именно тот эффект, на который он рассчитывал. Глаза мисс Уэлтона распахнулись, рот приоткрылся, она возрилась на него. «Вы хотите сказать, что вы...» «Вы так и не дали мне представиться. Позвольте мне это сделать сейчас, мисс Уэлтон». Джон Честер, герцог Честертон. К вашим услугам. «Уэлтон» Субтитры создавал DimaTorzok